Здоровки Амиго, рад приветствовать тебя на канале Амигон, и сегодня у нас реакция на Сражайся как Майк из аниме Токийские Мстители. Погнали посмотрим. Приделся я, конечно, смотреть аниме с перемещениями во времени прояпонских гопников, но ваши многочисленные просьбы подогрели мой интерес. Вы на канале Волтиэль, и это рубрика Сражайся как. И сегодня мы разберем боевую стиль Сану Манджеру из аниме Токийские Мстители. Несколько слов о самом аниме. Токийские Мстители – это дань уважения японской эпохе бунтарства и хулиганства, приправленная размышленность. Если не ошибаюсь, это 90-е годы. Я могу ошибаться, правда. Я просто видел как-то видосик 90-е годы в Японии, как раз вот это байкеры, вот эти вот одежда, вот это все было на кадрах. Но я не могу утверждать, потому что я ничего не знаю японской культуре толком. Вот, это я так. Просто то, что видел, обрывками где-то либо на просторах интернета. Пошлениями о страхе и его последствиях и закрученная в остросюжетную драму с самыми упортыми перемещениями во времени, которые я когда-либо видел. Рука по сжатию? Это, если что, сейчас не критика. Просто поначалу я знатно охренел от такого расклада. Нифига, довольно-таки заглушен голос, прям у него... Аниме наглядно демонстрирует то, что было б, если бы... Можно просто, если что, приобрести... Я, насколько знаю, есть переносной захват звука, и на него ветрозащиту и улавливатель. И, в принципе, не надо будет настолько сильно накидывать программок, чтобы был такой, прям, слишком задавленный звук. Таки смогли вернуть свой 2007-й. В данном случае, правда, 2005-й, но в сути дела не меняет. Все также красят волосам непонятные цвета и ищут уникальный способ отбросить коньки. Я вызываю вас на бой! Ой, дурак! Так как здесь показаны разборки на реальных улицах Токио, а главные герои являются обычными смертными, без чакры Риоцу или Фуриоку, те, кто выкупили визуальную шутку, вы большие молодцы. То бои базируются на реальных и возможных движениях. Правда, за некоторыми исключениями, но о них поговорим в самом-самом конце. Давайте разберемся, на чем же базируется стиль знаменитого непобедимого Майки. Удары Майки руками крайне размашисты, и я бы не относил большую их часть к какому-то боевому искусству. Так обычно бьют в кино, чтобы удары казались более сильными и были отчетливо видны для зрителя. Вот вам пример с Брюсом и копирующим его Майту Гаем. Но в целом, это вполне вписывается в уличный, немного грязный стиль токийского хулигана. Он вкладывается в каждый удар и не боится пропустить в ответ. Также мы можем наблюдать удары локтями и коленями, на что люди далекие от боевых искусств, Муй-тай. Ну, разумеется, уверенные, что они в них разбираются, напишут мне в комменты, что стиль Майки – это тайский бокс. Вот вам тайский бокс. Подозреваю, что на данном канале не придется повторять это неоднократно, но причислять удары локтями и коленями к тайскому боксу – это такой же абсурд, как говорить, что руки – это бокс, ноги – это тейквонбо, а грэплинг – это божезе. Дело в том, что многие люди путают правила единоборств и сами боевые искусства. То, что в общественности закрепилось, что удары локтями и коленями неминуемо говорят о связи с Муай-тай, связано лишь с правилами соревнований, где эти локти и колени не запрещены и хорошо награждаются очками. На самом же деле Муай-тай – это, безусловно, крутая штука. Но этот стиль определяет не наличие локтей и коленей, которые есть в множестве школ карате, ушу и капуэры, а своя уникальная техника – стойка, защита, передвижение. Свои мелкие тонкости в нанесении каждого отдельного удара. И то не все тайские боксеры предпочитают поступать с традиционным стилем. Более того, в рамках соревнований по тайскому боксу могут драться люди с техникой голландского и американского кикбоксинга, и ничто не будет им мешать бить любой разрешенной частью тела, как и роддомному алкашу в вашем дворе. Считающему, что Муай-тай – это имя вашего домашнего щенка. Поэтому, если кто-то просто ударил кого-то локтем, это абсолютно ничего не значит. Эти удары майки я также не стал бы приписывать определенному стилю. Разве что Атоши Эмпи Учи, ибо вне стен каратейских додзю он встречается заметно реже. В отличие от того же удара локтем назад, который часто демонстрируют в различных системах самообороны. Также к каратэ можно отнести и вот этот нестандартный апперкот, ведь его траектория напоминает Ура Зуки. Но несмотря на проживание майки в Японии, не стоит вписывать его в ряд чистых каратистов. Тем более, эта рубрика не о том, чтобы как попугай, повторять название одних и тех же боевых искусств. Нас волнует индивидуальная техника бойца, которая крайне редко вписывается в какой-либо четкий стиль. Например, самый главный популяризатор муай-тай в кино, Тони Джа, в 50% случаев не использует на экране ни муай-тай, ни другие направления из муай-баран. Аналогичная история с Джеки Чаном и реальными стилями ушу. Тони и Джеки, безусловно, демонстрируют элементы из этих боевых искусств. Но в кино более важной базой является школа каскадеров, трикинга или пекинская опера. А у каждого отдельного персонажа, обособлено от направления, обязаны присутствовать свои уникальные черты, которые врежутся в память зрителя и неминуемо станут ассоциироваться с героем, тем самым дополняя его сложный характер. Поиск таких элементов и является основной целью рубрики. Большую часть ролика нас посвящают в сам-сам стиль. Отличительная черта Майки, быть может, не самая оригинальная, но без сомнения запоминающаяся. Вопреки низкому росту, он признает кики только в область головы. В голову метят не только хук киком, но и даже бэк киком, что в реальности возможно, но встречается гораздо реже. На уровне торса, Майки может пробивать только отталкивающие фронт кики и сайд кики. Ранхаус кик в корпус он пробил лишь... Да прям хоу-ранг какой-то. ...единожды, после того, как понял, что противник может заблокировать его удар в голову. Мендоксее, нааа, Майки. В этом же бою, стоит отметить и его интересную вариацию торнадо, выполняемую с высоким прыжком и траекторией ноги, летящей по диагонали вниз. Движение выглядит красиво, но для более реалистичного отображения, ему не хватает подъема колена. В таком высоком торнадо особенно важно в момент прыжка выбросить колено вверх. Это поможет не только прыгнуть выше, но и легче развернуть таз. И кто-то очень внимательный сейчас заметил, что вообще-то Майки выбрасывает колено вверх. А кто-то еще более внимательный заметил, что он выбрасывает другое колено вверх. Если вы бьете торнадо правой ногой, то этой же ногой вы отталкиваетесь от земли, а колено левой выбрасывается вверх. Майки же делает все наоборот. Точно не видно, какой ногой он отталкивается, но вполне возможно левой. А ошибка ли это аниматор, или просто другую? Решайте сами. Но от себя скажу, что так бить максимально неудобно. Такой удар из юности Майки практически невозможно повторить, что интересно, в Майке он был показан иначе. И скорее всего, автор хотел показать нечто похожее. То, что вытворил Майки, можно заменить либо флайн сайдкиком, о котором я рассказывал в ролике про локалифт. Подожди, а почему невозможно? Неинтересно. Но от себя скажу, что так бить максимально неудобно. Такой удар из юности Майки практически невозможно. Ну, фиг его знает. Я реально видел, как люди прыгают порой очень высоко. Реально. Особенно вот те же самые баскетболисты. Порой даже кажется, что это вообще нереально совершать такие невероятно высокие прыжки. И он получается буквально, в прямом смысле слова, приземляется на лицо противнику. Просто он делает очень высокий прыжок. Не факт, что если у автора не получится так прыгнуть, и не факт, что есть, точнее, факт того, что есть люди, которые действительно очень высоко прыгают. И мне кажется, возможным, возможно, такое приземление. Надо повторить, что интересно, в Мангиуме был показан иначе. Хоть это и выглядит странно. И скорее всего, автор хотел показать нечто похожее. То, что вытворил Майки, можно заменить либо флайн сайт-киком, о котором я рассказывал в ролике про Роккали, или дроп-киком, что забавно, и тот, и другой удар имеются в этом аниме, но не в исполнении Манжеро. Ну и незаконно будет не упомянуть вот эту красоту. Просто кик в прыжке. Но то, как нога в полете сметает капельки дождя, выглядит завораживающе. А теперь перейдем к самому главному. Вы уже подозреваете, к чему я веду? Конечно же. К моему сообществу на ютубе. Туда выкладываю интересные посты и новости канала. Ладно, ладно, не к этому. Но после ролика туда загляни. Перейдем к знаменитому ран хаус-кик у майки. Удар в висок. Это миддл кик и хайкик задней ногой. В отличие от прочих перечисленных ударов, этот он повторил не единожды, не дважды и не трижды. Для большей части соперников Манжеро было достаточно всего одного легкого касания. Для того, чтобы разобраться в его технике, давайте рассмотрим все вариации этого удара и разделим его на составляющие. На всякий случай уточню, что техника может варьироваться не только в рамках разных боевых искусств, но и разных школ. Моя задача чисто обрисовать основные детали без углубления в определенные техники. И первая деталь это угол поворота таза и носка опорной ноги. Чем больше мы разворачиваем опорную ногу, тем сильнее разворачиваем таз. При слабом развороте носка триектория удара будет идти по диагонали вверх, при сильном, по горизонтали или даже сверху вниз. Техника удара, при котором носок минимально разворачивается в сторону, обычно используется, если противник убрал защиту или немного склонил голову. Вот отличнейший пример такого добивания от Дональда Сироны. Каратисты обычно используют вариант посередине, а вот наш майки выводят таз и наносят удар практически по горизонтали. Правда, здесь можно отметить небольшое упущение аниматоров. Вот эта опорная нога не должна смотреть носком вперед. Вы банально не сможете так скрутить таз. Из такого положения вы способны нанести разве что фронт-кик, да и то, даже при фронт-кике принято немного разворачивать носок в сторону. Неправильно поставленная при ударе стопа является крайне распространенной ошибкой, регулярно встречающейся в мангах и аниме-сериалах. Для большинства она не бросается в глаза, но для тех, кто знает, как выполняются эти удары, немного ломает анатомию персонажей. Теперь вы тоже об этом знаете, поэтому это будет мозоль на глаза и вам не благодарите. Примерно... Не надо мозолей на глаза. ...правильного разворота ноги также имеется. Посмотрите, куда смотрит носок его ботинка на этот раз. Поэтому запомните, для рандхаус-кика Майки вы должны развернуть стопу и наносить удар по горизонтали. Вторая деталь. Удар без проноса ноги и с проносом. Кто-то, быть может, задастся вопросом, а если удар с проносом остановить, будет ли это считаться другой вариацией? Нет, ведь отличается сама механика движения. В первом варианте вы наносите резкий как хлыст удар за счет выпрямления ноги. После столкновения нога тут же собирается назад. Во втором варианте вы сильно вкладываете свой таз. Сдача такого удара не ударить хлыстом, а пройти сквозь противника. Он обладает большей разрушительной силой, но меньшей скоростью и контролем. Также данные кики можно назвать быстрым и силовым. Майки лишь единожды пробивает версию без проноса ноги. Нет, не здесь. Здесь его ногу действительно остановили. А вот тут. В этом фрагменте голова противника отбрасывается в сторону, в то время как тело манджера сохраняет положение. Если бы он бил силовой вариант, такое положение не удалось бы сохранить. Он здесь не собирает ногу назад, но тут это скорее не ошибка, а артистик чойс. В кинематографе и мультипликации частенько любит покрасоваться подобным образом. Поглядите хотя бы на Ару Чимару, который насмотрелся фильмов Джеки Чаном. Такой удар Майки нанес лишь в этом моменте, и думаю, что это было связано с более пренебрежительным отношением к противнику, так как угрозы он на тот момент не видел. Его руки в карманах также являются показателем несерьезного настроя. А вот настоящий ядерный Хик Майки Руки в карманах не будут разве мешать при таких сложных ударах ногами? Мне просто любопытно. Именно так. Плюс в связи с его невысоким ростом всего 162 сантиметра его нога при столкновении с противником тут же спускается по резкой дуге вниз. В реальной жизни людей к земле так не припечатать. Но у Санджера есть еще один интересный козырь, который делает его удар крайне опасным. Третий элемент касается ударной поверхности. Мы можем ударить голенью, верхней частью стопы и носком. Удар голенью менее травмоопасен, нежели удар подъемом стопы, но имеет меньшую дистанцию. Удар подъемом стопы соответственно требует большей точности по избежанию травмы. И удар носком также можно поделить на три подвида. Он может быть осуществлен подушками стопы, пальцами ног, если вы олдскульный окинавский каратист, или носком ботинка, если вы по каким-то неведомым непричинам ходите по улице небосиком. В последнем случае немаловажную роль играет ваша обувь, ибо если она достаточно крепкая, то такой удар будет поистине самым устрашающим. Целое боевое искусство под названием Сават произошло от использования крепких ботинок в качестве легального оружия. Давайте внимательно посмотрим на удар майки. Он имеется строго висок и исключительно носком. И еще и в сандалиях. Вот это интересно, кстати. Я сейчас только обратил реальное внимание, что он бьет в сандалиях. Разве в сандалиях будет удобно так крутиться, в сандалиях ноги будут ездить? На вариант сандалини приходится смотреть с небольшим театральным допущением, ибо даже серьезно, серьезно. Я знаю, что в таких сандалиях я порой даже вот просто гулял, и они реально некомфортные иногда. Можно съехать просто с ноги, блин. Если сандали крепкие, сей удар наносить подобной обуви это то еще и извращение, то вот к версии с их классической формой нет никаких проблем. Мало того, что такой сапог сам по себе тяжелый и делает удар более мощным, так еще и его носок по всей видимости достаточно крепок для того, чтобы проломить кому-нибудь череп. Даже странно, что никто действительно после такого не отбросил коньки. Четвертый это наклон корпуса. Корпус в одних боевых искусствах принято не заваливать, ибо это будет считаться плохой техникой и показателем слабой растяжки, а в других такое правило отсутствует. Например, в Капоэре напротив сина на кон корпуса является неотъемлемой частью многих ударов. К слову, о Капоэре. Посмотрел я трейлер фильма по Токийским Мстителям и увидел все верно Меалу и Ди Кумпасу в исполнении Майки. Это, конечно, тоже ни в коем случае не значит, что он там практикует Капоэру, но в любом случае интересно будет глянуть сам фильм. Пишите, хотели ли бы вы когда-нибудь увидеть по нему разбор. Но вернемся Кстати, я не смотрел, если что. И последний, пятый пункт наличие рук у подбородка. Руки при ударе могут держать в защите или использовать в качестве реверса для более сильного вложения в удар и сохранения равновесия. Как вы можете догадаться, держать руки у подбородка не в стиле нашего уличного отморозка. Подведем итог. Чтобы повторить удар майки, нужно бить с мощным поворотом таза и сильным наклоном корпуса. Руки используем в качестве баланса и наносим удар по горизонтали носком крепкого ботинка, уводя удар вниз. Данный хайкик вполне реален, но его отработка должна проходить строго тяжелые обуви или с утяжелителями. В целом по стилю манджера можно сказать, что этот человек действительно с детства занимался боевыми искусствами, хотя бы тем же самому каратэ, а потом все бросил и адаптировался под уличный бой. Своей ловкостью и использованием низкого роста немного даже напоминает Саски образца первого сезона, а вот излишней прямолинейностью и предсказуемостью напоминает Роккали и Майту Гая. Майки бьет сильно, размашисто, не боится пропустить ответный удар и выигрывает за счет скорости и мощи. Бейте его хоть кулаками, хоть с двух ног, хоть арматуры по кумпу, ему вообще по боку. Главное в ответ засадить посильнее и дело с концом. Ну, садись, с арматурой, да, я согласен, я не понимал, как после такого удара по голове Майки еще умудрялся реально что-то, что-то вытворять, потому что это реально, ну, это сильно, слишком жесткий удар, после которого, дай бог, еще пережить такой удар вообще. Но это мир аниме все-таки. Вот такой стиль Манджера Саны из аниме Токийские Мстители. Эмиль, а ты ничего не забыл? А как же вот этот удар? Не, ни за что. В моей реальности его не было. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и не забывайте... Но ты в начале ролика сказал, что... Короче, аниме с уличными боями, претендующими на маленький, вот такой вот малюсенький реализм, в двух моментах сходят с ума и превращаются в индийское кино. Вот вам первый момент. А сейчас будет второй. Но важно отметить, что перед этим злодей сказал главному герою, мол, я специально привел тебя драться на свалку, так как здесь нет хорошей опоры для твоих ударов ногами. Я такой думаю, неплохо. Они действительно учитывают, что энергия для удара берется от земли, отмечают, что поверхность, на которой стоит опорная нога, крайне важна, а потом они показывают это. Анатуре просто. Ну, сцены кино и анимации ни в коем случае не обязаны быть реалистичными, но есть грай между крутостью и нелепостью. Когда в фильме Олд Бой главный герой весь избитый и с торчащим ножом из спины продолжает бой, Это не особо реалистично Ну, блин, это то, что Называются эмоции Люди заряжаются какими-то такими Эмоциями из таких вот Кинофраншиз Там, аниме так же Они типа, вау, как же это Круто, и все, естественно, да Некоторые, кто шарик Кто понимает, он скажет Блин, что за бред вообще Какой бред, как можно вот такой бред Сумасшедшего вообще сюда добавить И зачем это добавили сюда Как бы, ну, это нормально Это да Когда Бэтмен вытаскивает Рассальгула Одной рукой, это дико Не реалистично, но все еще круто Но когда кто-то бьет ногой На которой висит другой человек Такой же комплекции Это именно уровень Болливуда И для меня аналогично сцене Вот с этой лошадью И ладно, если бы это был Комичный момент Как в тех же самых индийских фильмах Или, например, где Сакура бьет Наруто Или где Пикачу в очередной раз Шандарахнул Чидори команду R Даже Мирка Крокоп в лучшие свои годы Не смог бы это повторить с подростком-дистрофиком Или хрупкой девушкой на своей конечности Эмиль, если долго тренироваться То все получится Шо ржешь? Я сейчас попробую Рита? Что? Поможешь? В каком смысле? А-а-а Вот Ну все, Артем Подписывайтесь на канал Ставьте лайки Встретимся в комментариях Эмиль Но не забудь, что Локти и колени Это тайский бокс Ах ты, Пабло Стоять А че? А че? А че? Хорошо Не, ну респект автор Автор реально красавчик Делает довольно-таки годный контент Рассказывая нам О вот таких вот О фишечках И как сражаются Да, вот И, кстати, я смотрю У него даже есть И Про первый шаг И Майто Гай Добротно Ладно Что ж, ребята Всем спасибо за просмотр Подписывайтесь, кто не подписан И увидимся в следующем видеоролике Всем Пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok